Конечно, все то, что я говорю, требует совершенно другого типа внутренней экономики, прежде всего. Совершенно другого типа. Я вот тут уже много раз говорил, когда выступал, что требуется абсолютно такой подход, который больше бы склонялся в сторону мобилизационного характера экономики. Потому что возможности экономики одной страны, несмотря на обилие ресурсов, возможностей, вместе с тем не безграничны. И они ограничиваются определенным рядом условий, которые можно учесть только благодаря очень серьезным усилиям в этом отношении. И вот я буквально сегодня прочитал прогноз Кудрин, например, который считает, что в следующем году, вернее в этом году, в России инфляция будет, я уже начинаю говорить, у нас, забывая. Ничего, ничего, все нормально. Да, забывая о том, что я слежу за развитием экономической ситуации, конечно, и в Украине, но и в России, как всегда, у меня это было связано. Так вот, он определил 20% инфляции. Но, вообще-то, это очень большая инфляция, реально. Причем, я так думаю, что он сказал, что это базовая инфляция. То есть, от базовой инфляции можно спокойно ее в полтора раза увеличивать, чтобы выйти на потребительскую инфляцию, да, и вот тогда получится, что 30% это очень много. И почему много? Да потому что это потребует реальной компенсации людям, вот такого, так сказать, такого уровня роста цен и так далее. Если такой компенсации не будет, то вслед за этим будет просто снижение реальной покупательной способности и снижение вау внутреннего продукта. Поэтому нужна компенсация, а гораздо проще, безусловно, было просто не допустить, вот с моей точки зрения, гораздо проще просто не допустить такого высокого уровня инфляции. Тем более, сейчас, когда страна как бы отвязана, извиняюсь за ульгаризм, отвязана от мировой долларовой системы, то есть не импортирует, так сказать, вот эту долларовую инфляцию. Хотя доллары инфляции, вот как они для себя определяют, она будет порядка 8%, 8,5%. Ну вот, я не знаю, там на чем Кудрин базировался, у него громадный экономический аппарат, так что наверняка они считали, они с потолка брали эти цифры. Вот, то есть, вот возвращаясь к этому, конечно, мобилизационная экономика не позволила бы оперировать с такими высокими темпами роста цен. Это однозначно. Так что вот, Роман, таким вот образом... Роман. 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 Роман.